Приехалы, называется, в олигархатный терновый венец под названием Томас. А Биомаска этого не понимает. Она хлопает в ладоши олигархам, политикам и так далее. Она не хочет бороться за христианский, евангелистский Томас, за единую поместную церковь. Только отдает ее олигархам. Те, которые грабят души христианские, простые, украинские. Боролась только армия УНР, ОТО та Биомаса и получила голодомор и репрессии. Ну что ж, нарешті зі святом українців Томас, незалежна поместна церква, українська, ще не проукраинська, вертається нарешті з продавних часів. Крестителя Руси Киевской, Володимира Великого, княгини Ольги, вертається в Украину неньку, в Київ, в Харків, в Львов. И решта мест, славных украинских стародавних мест. Руси Киевской, а также Сибири, Тюмени, там где большинство наших украинцев раскидано по этой земле. Руси Киевской. Повертається нарешті з КГБського, атеистичного, савково-савєцкого патріархату кремлівського, а потім путятішного, крилівського, терористичного, кривавого, зрадницького, навіть для самих росіян, цього ганебного патріархату путятішного. Влона української, помісної, нарешті. Але, що казав Петлюра, Симон Петлюра, що не так страшні вороги, окупанти, як воші, вши, блохи, паскуди, внутрі держави, внутрі парламента і решта, решта. Короче, п'ята, десята якась там колона. Ось це головний ворог, то, що казав Симон Петлюра. Але в чому, в якому обліччю вертається зараз наш Томас, наша помісна українська церква? Не то, що там, не то, що в якийсь там в шах, чи о котрих писав Симон Петлюра, а попроста в трійці запряжених шакалів, олігархічних, зрадників. Від Ноттердам плюс до інших гнід. На крові Майдана, на крові війни проти окупанта російського, путинського. Оці всі зрадники запрягли наш Томас, нашу помісну церкву, незалежну українську. І гонять її як трійку, блин, і б'ють своїми олігархійшими. Ну, короче, набивають кармани на нашому православі, на нашій вірі. Греко-католіцькій, католіцькій, православній, автокефальній, протестантській. Це все наша рідна християнська віра. І в якому обличчю, в якому образі вертається Томас до України? В чому? В Терновом вінце Ісуса Христа, Бога нашого всемогущого. Вінца зради на крові і корупції на фоні бидли, котря не бореться з цією корупцією. Оцей Томас в цьому Терновому вінці до нас вертається. І в чому ми видим, в чому отображається, олицетворяє цей Терновий вінец, який фарісії, книжники гребані, вонзили в тело, святое тело Бога нашого Ісуса Христа. І повіли його на розпяття. Євреї, естественно. Добре, ізраїльцяне, з рімлянами. Добре, нехай буде іудії. Короче, хто, як хочете. Так в чому же отображається і олицетворяється 2019-й год, год прийнятия для України, настільки історичне подія, события, і 1918-й і 1919-й, ну більше 1918-й год. В тому, що приняли суверен, але не стали за цуверен бороться. Здалі його продали гребаній банді Муравйова, проти якої мог би вийти Київ і голими руками задушити його. Там обітало 550-540 тисяч населення, полмільйона голими руками банду Муравйову, зрадників, насильників, гвалтівників могли би задавити, розчавити. Але бидло не вийшло. І українське військо, яке обороняло оце бидло, яке не вийшло, відступило. Після чого голодомор і репресії. І 5 тисяч вилізаного, ізнасилованого, поруганого, ограбленого Києва бандою атеїстічних комуняк. А що тепер? Тепер на трійки зради, продажності, корупції, офшоров і т.д. і т.п. Так перечислять до следнього вечора можна. Возвращається, ввертається наша помісна церкова. А кацапіки, путіноїди, оця кремльовська атеїстична нечість тільки і чекає, коли ці олігархи дограбують оце бидло, котре не виходить проти цих олігархів, бо їм вже давався шанс Саакашвілі разом вийти проти банди олігархів і встановити своє народовластя. Воно не вийшло, воно сиділо вдома, як і тупі бидломасники Києва, поки не дочекалися банди Муравйова. Отак саме і Кремль зараз чекає, поки оце біомаса досидиться, нічого не робивши, а потім її почікають поодіночки, поотлавлювають там цих олігархів і заставлять зрадити. І ніхто нічого не зробить, бо зараз же нічого не робиться. Марширують тільки в честь Степана Андрійовича Бандери. А потім залазять в свої хатини і раком цілують платіжки, платіжки тарифни від Ноттердам Плюс, від всього. А олігархи над цим багатіють. І що б на це сказав би Степан Андрійович Бандери? Що б він сказав би цим ідіотам, зрадникам, котрі нічого не роблять? Котрі роблять вид, що вони борються шароварщими. І все. На цьому все скінчено. Сім тисяч покидьків було всього в банді Муравйова. В той банді, до котрої примкнули також зрадники, паскуда Гнідніки, Черні, Смірдяча з Харкова. Долучилася до них, шла. З таїстичними покидьками. І що Харків потім отримав? Саме більші показники голодомору від цих покидьків. Здохлі люди мільйонами, тисячами. Чому? Бо вони не оборонили свою незалежність, вони не оборонили свій суверен, не здібні були, бо ці рабські потвори, постцарські, ні на чого не були здатні. Так, власне, як і зараз постсавкове бидло, ні на чого не здатні, як тільки бути під олігархниками. Ці Гнідніки їмі володіють, як рабами. А вони ні на чого не здатні, бо вони біобидло, постсавкове, постсовєцьке. Тобто олігархи в Україні зараз роблять так само, як робили в Росії кніжніки з Христом. Вони хотіли, щоб Бог Всемогущий, Который послал Сына Своєго Единородного для спасення людства, человечества, щоб вони були, то человечество, в раю, а не в аду, жарились, мучились в пытках, тому що чоловік сотворен по облику і подобію Божього, тому чоловік должен бути, як Бог, а не мучиться страдати у сатаны, жарясь і мучаясь. Але для цього хоча б чоловік должен бути не сатаной, не таким самим, не по образу сатаны, потім, коли сатана його переделуває. Жить і бути, а по образу, опять-таки, Божьим. А чоловік похерил це, і за що Ісус і був распят, за то, що він боролся проти цього в людях, щоб в них не обитав сатана і дьявол, назвавав його. І самі фарісії-кніжніки, так же, як і зараз, відносились к касті продажних олигархів, то є ті самі олигархи і ті самі фарісії-кніжніки, які с помощью своєю гребаной біомаси, тупої, котря патроналістично відносилась к цим кніжнікам, і внушаєма була настільки, що ісполняла і робила без своїй, без воли. Т.е. Богом дана воля, вони переподчинили цю свою волю, данную Богом, от рождения, от хромосом, вони переподчинили фарісії-кніжнікам. Так же, як саме сейчас бідло-біомаса, переподчиняє свою волю, свій добрий дух християнський, тим самим олигархам. А олигархи, в свою очередь, переподчиняють все, що двигається, все, що летить под свою волю, под воровську волю. Ну, Ісус же, извините мене, ну, он ж був распят этими, ну, сказати сейчас олигархами, ворами при власти, які не понимають, вони безпредельні в своє вот це чморовстві. Вот так як в армії, блядь. Человек, блядь, к власти приходит, і він починає на стільки бать гнидою, чмориться. Ілі з дому приїжджає, якого-ній чмочник, блядь, в якого мамочка сюсюкала постоянно, і він в армії так само себе ведет, покида йому не показують типа міста так свого. Да, буває жістоке, навіть чересчур, дідовщина, хреновщина і тому подобного. То есть, чоловік нигде не учиться, олигарх нигде не учиться. Он при помощі бідло-лохов приходит к власти, вони йому хлопають, він їх обкрадує, їдет за границей, в офшори вкладет, бабки этих лохов забранні, а лохи йдальше хлопають пушками. І вони мало того, ще й называють свої учебні заведень, учебні заведення іменами цих, які їх облапошили. це взагалі. Це взагалі, це взагалі, я в шокі. Як можна таке біонаселение переучити? Ну, к сожалению, приходиться, що поделиш? Тобто все, що можемо переподчинить політично, економічно, вони все переподчиняють на свої, на свої статки, на свої офшори, тому подобного. І Ісус проти цих олигархів, які, ну, проти фарісьів-кніжників, повстал, він называв їх помєтом, він їх называв нечістю, смрудом, короче, сміттям, воню, человеческой. Він изгонял із больних цих придуроків, всяких свиней, він їх лечив, він їх показував чудеса, які... він їм показував всім людям, тисячам, тисячам чудеса, які... невозможні, щоб простой чоловік, тільки Бог може сотворити ці чудеса. він їм показував, вони, да, смірили, луп, луп, лазами, а потім, коли прийшов венец кровавий, всі люди від нього відтаргнулися, навіть Петр відтаргнулися, саме ближній від нього відтаргнулися, тому що обіцралися, тому що іспугалися, тому що в них заработав дьявол, чоловічні, це суть негченая, трусливая, биомасная. І Бог їм тогда великий, всемогущий, безмирний, безвременный і тому подобного, їм, цим, які своєю смердячій душонкою, гнилою, биомасною распяли, столпо биомасною, своєю користолюбивою, сребролюбивою і тому подобного, душонкою распяли. Ах, ви, сучі, діті, та йдеште ви тоді по міру і погуляйте. Діти гуляли, гуляли по міру, в холокостах побували, мільйонами, мільйонами істреблені були. А до цього, мільйонами істребляли українців, голодомори, його, вот эти діти, которых Бог распустил, і храм которых унічтожил, що камня на камню не осталось. діті, Там и давно не пахнет, там талмудизм, каббализм и всякая хрень сатанинская. Опять варится, варится. А Бог ждет, когда же вы, наконец-то вы, богоизбранные, меня, его тело, Иисуса Христа, признайте хотя бы, что это Бог, это часть меня, Троица, Дух Святой. А им пофигу. И мало того, что они своим сатанизмом поплюжат и Евангелие, и зваблюют, биомасничают самих христиан. Потому что христиан, ну, они же не богатый народ, да? А душа-то у них скоррумпированная. Вот они бегут, бегут, как вот это гусляр выводит крыс с обрыва, бросает. Вот так они бегут, только за кем, за кем, не за Богом, а за сатаной бегут. Он играет им на гусях, на сопилке, они идут с обрыва. Снова. Опять 25 приехал, называется, в олигархатный терновый венец под названием Томас. А биомаска этого не понимает. Она хлопает в ладоши олигархам, политикам и так далее. Она не хочет бороться за христианский, евангелистский Томас, за единую поместную церковь. Только отдает ее олигархам. Те, которые грабят души христианские, простые, украинские. И не только украинские, естественно. В Польше та же самая Лобода. Там православия нет польского. Там на земле польской, их святой земле, матеньки Польши, там московский, кремлевский, кагибийский, такой самый, а сейчас и террористический, патриархат. И что он решит, то они на польском языке, по польску, в мове польской, и будут заявлять от лица православия якобы польского. О, дожились. Ну а поскольку и я, и другие нормальные, даже российские политологи, оппозиционные Путину, они доверяют статистике, доверяют анализу незалежному. И своей опине, они доверяют своему сердцу и правде, которые говорят, расповсюживают всю правду. Да, россиян, она до них не доходит, естественно, потому что души биомастные, не способны сопринять к себе эту правду. Они довольствуются кагибийским патриархатом и московской пропагандой. Вот этих псов смердячих, которые заняли конволюшен этих россиян, и не только тех народов, которые в этой России обитают. Так вот, раввинство, еврейство и, можно сказать, сионизм при Путине развивался, ведроджувался, намного-много благодатней, намного-много сильнее, чем при любом уряде власти, при любой в России. Я уже не говорю за Николая Второго. Там они слабо имели, вообще почти ничего не имели, но привели к тому, что и Николай потом оказался расстрелянным. Вся царька земля, которая сделала очень много ошибок, как в Украине, так и в самой Рашке. Но вот так люди умеют свою жизнь обустраивать, свою вот такую, накчемную. Идти за олигархами, идти за зрадниками, идти за теми и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в Польше, да и в Европе. За теми, кого Бог послал погулять и спалил храмы за зрадниками, за убийцами Бога. Идти за ними, а потом ждать от Бога, манны небесной. Идут, смотри, какие тупые. Идут против Бога. Говорят, что мы за Бога идем. А идут против Бога. А потом ждут от Бога, манны небесной. Еще и молятся этому Богу. Еще и клянут Его. Говорят, что нам чего-то не дал. Мы тебе это, тебя на тебя. Молились, а ты нам чего-то не дал. Что за народ такой дубловатый? А вот это и называется, как и в Исаии, как и в Евангелии написано. Сам поведрезаю все и никому не дам. И ни будущему своему, будущее своей суверенной державе, а ни детям своим ничего не залишится. Нехай сгниет для сатаны все залишится. А у сатаны своего гниля полно. Ему постоянно не хватает Ротфердам Плюсского угля, чтобы там полить эту всю нечисть, которой Бог дал шанс. Она этот шанс похерила. Это человечество тупое. Это биомасса, которая плюет на этот шанс, который ей дал Бог. Ну, вот так вот топ-то. Если Бог дал шанс Украине, Украинскую Народовую Республику, в 18-м роце, 1900, а биомасса Украины похерила это все, и боролась только армия УНР, вот та биомасса и отримала, и получила голодомор и репрессии, и ссылки в Сибирь, в нашу теперь, после тех ссылок, потому что там большинство украинцев живет. И Кубань потом отобрана была, и все, что можно отобрать, и отобрали. Теперь же сценарий очень подобно возвращаемый. Бог дает шанс Украине на поместную, украинскую, православную церкву. А украинцы, что делают, которые не борются, они отдают эту церковь вручища, зрадникев, фарсиев, книжникев, олигархиев, продажных, атеистичных, показушных, щуриев крыс, которые гибны и способны только продавать. Так вот, если и Томас будет таким самым потом продажным, то будет примерно то, что и стало с Республикой, Республикой, УНР, Украинской Народной Республикой, в 18-м году. То есть, что делает Бог, когда видит, что его творение дьяволом поплюжится? Бог и его силой, Дух Святой, отходит от этого творения, оставляя тех, кто его поплюжит, его творение, один на один с дьяволом. А человек обижается, что Бог, я ж к тебе взывал, навещу ж ты ж меня залишил, оставил с таким потужным покатьком дьяволом, там, какой-то банда, еще экс-муравьева, прототипа муравьева и тому подобное. Но Бог, скажет, людине даёт до разумения, вот в Библии записано так, что ты ж людина, маешь волю, данную тебе Богом. Не просто какие-то инстинкты, которые даны другим животным и насекомым и тому подобное. Генотипные инстинкты и тому подобное, поведенческие, бихавиорические. А и воля, и ты сотворён же человек по воле и подобию Божьим. И что, ты, смердячая тварина, замясть быть подобием и волей Божьей, творишь с этой волей Божьей. Ты, Бога обличный, человеко-развитое существо, сотворённое Богом, превращаешь эту волю в служителя сатаны, который против Бога. И тогда Бог, ну ладно, ты такой умён, давай, потерпи тогда. И вот, целые государства, страны терпят. Терпят свои же труды говна. Своего творения, продажного для Бога. Вот они терпят, терпят. Ну а кто терпит? Просто народ, олигархи терпят за границей, а потом в аду варятся, жарятся. А от этого народу простого нелегко, ни светло, ни жарко, ни холодно. Он терпит обкраденный, обворованный, прыгниченный, оплёванный, униженный, потому что воля их, этих творынок, переподчинена сатанишке. То есть, что же делать? Слушать постоянные, многотеологические рулады, да делать просто. Просто нужно охранять борониты, Томас, поместную православную церкву, вид лап, паскудных, зрадников, олигархи, или гиена огненная для Украины. Да, слава Богу, есть ещё протестанты, есть ещё греко-католики, есть ещё конфессии, которые всё-таки поддерживают в Украине, украинство, поддерживают католики, также поддерживают вот этот дух борьбы за правильное христианство, а не за кгбистскую московскую зраду. Вот на них, на их столпах, ещё как-то христианство и сознание украинское, христианское держится, потому что уже был бы капец, хотя он и так в принципе совок, потому что выбрать Януковича это капец полнейший. Это какой мозг нужно иметь, никакие негреко-католики, никто не католики не помог, чтобы быдло вот это выбрало. Может сейчас, только тогда, когда украинцы не дозволят быть для олигархической, быть в браздах правления нашего Томаса, нашей поместной украинской церкви православной. Ну а кто же в Украине имеет способности, силу защитить все, что украинское, веру и тому подобное. Поместным від кгбийского, атеистичного, зрадницкого и тому подобного, московского продажного олигархата и впливу Кремля, все таки полов, которые мы уже знаем, как мантру, пустую мантру, как только баннеры, плакаты. Кто это должен делать? Ну, власне, что украинские националисты. А кто еще они? Яку долю капитала украинского они мають в световому значение майже зиро. Вони мають тільки долю капитала про олигархичного ахметовского той самой индустрии московитянской, кремлевской. И вони як примакы, як острарбайтеры могут только исполнять марионеточные показушные танцы, чтобы убедить украинцев, что нужно голосовать за них. А за них, это значит, за тех самых кремлевских олигархов выходит, получается, которые они, эти националисты, на побегушках у промосковских олигархов в Киеве, на банковой и не только на банковой и в парламенте том самом. Только стоит посмотреть, чей бизнес правит в Украине. И вдобавок к этому большая просто часть украинского национализма жиждется и держится еще к тому же на поганстве, на язычестве. И Бог думает, чешет по тылу и думает, матрикабос, куда я попал? Национализм, он языческий, тут частично, конечно. Остальные под олигархатники, пиджидивники. Думает, и шо с этого опять будет? Будет что? Будет вторая ОНР? Нет, так не пойдет. И учить украинцев в краи постоянно топить тоже, ну, уже куда можно. Постоянно в крови, в крови, они не учатся. Постоянно в голодьбе, в чмаратизме, на коленях, а они до сих пор не учатся. Но может сейчас, после Томаса, они как-то заучатся, как заучатся, как выучат это все на своих ошибках, как придут, как по-моему, это олигархов, как станет здесь христианство и хоть какие-то там пустулаты. Потому что без любви к Христу никакие заповеди, они тщетны, если ты не любишь Христа. Так само тщетный и бесполезный, бессенсовый суверин, если ты его не отстаиваешь, этот свой суверин, а только трындишь, что это суверин, но мы на коленах, а теперь мы суверин. Где суверин? В дупе Угепа или Рошена, в платишках, продажности, в коррупции, вот это суверин? О, правда, вот это суверин, правда Христова и христианская, вот это суверин. И за эту правду Бог даст тебе тысячи суверинов и над другими суверинами еще больше суверин тебе, потому что к тебе есть сила правды, откровений и тому подобное. Вот это и есть суверин, а не маячня, популизм и шароварщина. Субтитры и субтитры